Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Подобрать микроскоп для хобби ребенку не так просто. Вам нужно позаботиться не только о приобретении самого оптического прибора, но и доукомплектовать его всеми необходимыми инструментами и реактивами. Сегодня у нас на обзоре микроскоп Bresser Advance с увеличением до 400 крат, который уже укомплектован базовыми аксессуарами для наблюдений. Сразу готов к эксплуатации и будет замечательным выбором для домашнего обучения школьнику. Поставляется микроскоп в картонной коробке без пенопластовой формы. Аксессуары просто сложены в пакетиках и при транспортировке летают по всему ящику. Оптический прибор не защищен от ударов и повреждений. Комплектация оптического прибора следующая. Окуляр 5 крат. Двукратная линза Барлоу. Предметные стекла с образцами и чистые. Четыре инкубатория с микроорганизмами. Набор инструментов. Микротом. Чехол. Кабель для подключения к персональному компьютеру. Диск с программным обеспечением. Пальчиковые батарейки и инструкция. Станина, основание и предметный столик микроскопа выполнены из металла. Все остальные детали пластиковые. Микроскоп оборудован наклонной под углом 45 градусов монокулярной насадкой. Без возможности поворота на 360 градусов. Посадочный диаметр окулярной трубки 23,2 мм. Для работы с микроскопом вы сначала устанавливаете линзу Барлоу в окулярную трубку, а уже после ставите и сам окуляр. Посадочный диаметр окуляра 20 мм и без линзы Барлоу пользоваться им не удастся. За окулярной трубкой внутри станины спрятался хитрый призменный блок, который делит пучок света идущий от объективов на две части. Половина лучей попадает в окуляр, а вторая половина попадает на матрицу встроенной цифровой камеры. Сняв тыльную защитную крышку, мы можем увидеть саму камеру. Комплектный окуляр невысокого класса. Увеличение 5 крат. Корпус пластиковый, посадочная юбка металлическая. Оптическая схема Гюйгенса. Просветляющих покрытий на линзах нет. Для подключения микроскопа к персональному компьютеру необходимо воспользоваться комплектным кабелем с мини-USB разъемом и диском с фирменным программным обеспечением. Увы, но качество камеры оставляет желать лучшего. Производитель установил совсем слабую камеру в 0,3 Мп. Картинка смазанная, нарушена реалистичность передачи цветов. Под окуляром располагается револьверный механизм на три объектива 4, 10 и 40 крат. Посадочный диаметр 15 мм. Объективы исполнены в металлическом корпусе, не имеют коррекции аберраций. Сорокократный объектив имеет защитный пружинный механизм. На поверхности линз нанесены просветляющие покрытия фиолетового цвета. Прямоугольный предметный столик крепится двумя винтами к коаксиальному механизму фокусировки. Столик оборудован двумя металлическими лапками для фиксации микропрепарата. Под столиком находится колесо на 12 отверстий. В пять отверстий вставлены светофильтры, которые повышают контраст изображения уже окрашенных микропрепаратов. Остальные отверстия имеют разный диаметр и выполняют роль диафрагм. С их помощью можно дополнительно изменять количество света, попадаемого на препарат. Настройка резкости в оптическом приборе осуществляется путем смены положения предметного стола. Диапазон перемещения столика не более 20 мм. Микроскоп имеет только макровинт, тонкой фокусировки нет, ход колеса плавный, механизм пластиковый. Оптический прибор оснащен двумя осветительными модулями. Верхняя подсветка применяется для непрозрачных объектов, нижняя для прозрачных и полупрозрачных образцов. С левой стороны основания находятся два маховика включения и регулировки яркости. Увы, но нижней подсветки на максимальной мощности недостаточно при использовании сорокократного объектива. На работу верхнего источника света нареканий нет. Питается оптический прибор от трех пальчиковых батареек, отсек для их установки спрятан под микроскопом. Отдельно стоит отметить удобную нишу с правой стороны основания. Туда можно сложить наблюдаемые образцы, инкубатории или инструменты. Для оценки качества изображения мы использовали наш стандартный набор образцов. Наблюдения фиксировались через встроенную цифровую камеру и на более мощный аналог в 3,1 Мп. При наблюдениях от 20 до 200 крат существенных нареканий на качество изображения нет. Применяя сорокократный объектив и линзу Барлоу наблюдается падение яркости в 4 раза. Хорошо заметна сферическая и хроматическая аберрации. Ярко выражена значительная кривизна поля. Присутствующее искажение изображения не мешает вести наблюдение. Картинка приятная, цветопередача естественная, хорошо просматриваются мелкие детали объектов. Оптический прибор мы оцениваем в 7 баллов из 10 возможных. 3 очка были сняты за весьма бюджетную камеру, пластиковый механизм фокусировки и недостаточную яркость нижнего осветительного блока. В целом микроскоп Bresser Advance оставил положительное впечатление. Мы уверены, что и ребенку и взрослому будет достаточно интересно заниматься биологией с этим оптическим прибором. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине.